Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы рассмотрим настройки рабочего времени в АТС-3ЦХ для создания условий различного направления входящего вызова, проигрывания различных сообщений для входящих вызовов, перенаправления входящих вызовов на указанных сотрудников. В зависимости от времени открытого офиса, времени перерыва или праздничного дня в АТС предусмотрен механизм, который позволяет задавать периоды рабочего времени. Например, в линиях подключения к провайдеру всегда присутствуют два направления – в рабочие часы и нерабочие часы. Поступающий в АТС вызов по линии будет направлен на указанный внутренний номер, либо AVR, либо очередь в соответствии с настроенными параметрами в линии. Это направление рабочих часов, направление нерабочих часов, либо в период праздника. Интервалы рабочего времени, логика рабочего графика АТС настраивается в параметрах. В параметрах в нижней строчке расширенные есть раздел «Рабочие часы» и «Праздники». Именно здесь производится настройка рабочего времени для всей АТС. То есть все вызовы, приходящие в АТС, будут подчиняться именно указанному рабочему графику, который будет настроен в данном разделе. Интервалы задаются для рабочих часов. И для перерывов. Интервалы задаются для каждого дня недели. С понедельника по воскресенье. Остальное время, которое не входит в рабочие часы или время перерыва, считается нерабочим. Также в настройках параметров рабочих часов можно задавать интервалы праздников на один день, либо на диапазон дат. Здесь для каждого периода праздника можно добавить или записать голосовое сообщение, которое будет проигрываться при активации указанного периода. Рабочее время может задаваться отдельно для линий, для входящих правил направления в рабочие и нерабочие часы и для внутренних номеров. Таким образом, рабочее время может переопределяться. Для внутренних номеров, например, можно настроить собственные рабочие часы, указать индивидуальные рабочие часы для номера. И настроить перерыв для данного номера. Для внутренних номеров, для абонентов, это правило играет роль в параметрах переадресации. То есть, можно указать в каких статусах, переводить вызов на указанное направление. Время задает параметры автоматического переключения статуса абонента. Когда время переопределяется для линий или абонентов, или входящих правил, то для них действует именно это время, которое специально задается. Это время переопределяет общие рабочие часы, настроенные для всей АТС. Интервалов и перерывов настроенных может быть несколько на протяжении дня. При настройке периода времени следует учесть, чтобы интервалы не пересекались, не наслаивались и не перекрывались друг с другом. То есть, должно быть установлено четкое чередование работа, перерыв, работа. В остальной период действует нерабочее время. Периоды влияют на статус внутреннего абонента и автоматически переключают его статус в режим работы или перерыва, за исключением тех статусов, которые абонент установил сам через личный кабинет или приложение. Автоматически абоненту устанавливается статус в рабочее время доступен, во время перерыва отсутствует, в нерабочее время не беспокоить. За точность отслеживания временных интервалов, за точность хода времени рабочего графика в АТС используется время операционной системы, на которую установлена АТС. Обычно это время синхронизируется с мировым временем и настроено в региональный часовой пояс для всей системы. При установке АТС данный часовой пояс задается, но его можно переопределить в параметрах рабочих часов. Таким образом, система управления рабочим временем в АТС позволяет гибко настраивать рабочие графики, устанавливать статусы абонентов и автоматически обрабатывать входящие вызовы в зависимости от времени работы офиса. Продолжение следует...